Бэтмен использует технику высочайшего качества. В Бэткомпьютере хранится подробное описание всех устройств, чтобы Брюс Уэйн мог найти подходящее для битвы с очередным злодеем. Сервис Е-каталог не сможет сделать вас Бэтменом, но в чем-то вы его даже переплюнете. Здесь вы найдете смартфон, ноутбук и любую необходимую технику. И не просто посмотрите ее описание и характеристики, а также полюбуйтесь на 3D-модель высочайшего качества. Сравните цену во всех магазинах и станете обладателем вожделенного девайса, не потратив лишних денег и избежав головной боли. Оставьте спасение мира Бэтмену, а для того, чтобы выбрать камеру и заснять его подвиги, есть Е-каталог. Ссылка в описании. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Воспользовавшись отсутствием Марвел на Комик-кон в Сан-Диего, DC превратила мероприятие в свою личную выставку. Сказать, что у нее получилось, не сказать ничего. Фантастические существа Годзилла и, конечно же, фильмы DC взорвали публику и ворвались в тренды всех социальных сетей. Прямо сейчас мы расскажем о том, что интересного раскрыла студия на своей презентации. Секретные трейлеры Чудо-женщины и Аквамена, смешной шазам и возвращение Стива Тревора ждут вас в ближайшие несколько минут. Более того, хоть это и офф-топ, мы расскажем о судьбе Стражей Галактики 3 после ухода Джеймса Ганна. Будет очень интересно, а разборы трейлеров уже на подходе. Оставляйте в комментариях наиболее понравившийся, чтобы мы опубликовали его первым. Сразу отметим, что разбор фантастических существ практически готов на нашем втором канале вместе с новостями, посвященными Хищнику и многим другим фильмам. Переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь. Что до DC, то первым делом она представила официальное название своей киновселенной. Миры DC. Под таким брендом будут появляться проекты, и это очень забавно. Ведь если Marvel делает акцент на едином мире, то хозяйка Бэтмена пошла по другому пути. Мир будет не один, и обособленный фильм о Джокере с Хоакином Фениксом только начало. DC будет выпускать и другие проекты в отдельных вселенных, и это отличная возможность появления фильмов с рейтингом R. Ведь на секундочку, именно такой рейтинг хотела Марга Робби для своего фильма о хищных птицах. Но его на панели DC не было. Она началась с Чудо-женщины, и главные лица не поленились прилететь, чтобы представить свой проект. Галь Гадот была еще горячее, чем обычно, и пока мужская часть аудитории подозрительно ерзала и закидывала ногу на ногу, ребята вывалили небольшой тизер. В нем два парня с пушками решили ограбить торговый центр. К их несчастью рядом была Диана, которая спасла девочку, что была неподалеку, и отмоддохала двоицу своим лассо. В тизере присутствовала отсылка на легендарный сериал с Линдой Картер в виде быстро бегущей Дианы. Ну а для нас главное, что торговый центр, в котором все происходило, это тот самый центр, где засветился Стив Тревор на опубликованном ранее фото. Нетрудно предположить, что это начало фильма, а значит воскресшего Криса Пайна будет много. Ребята не раскрыли подробностей, и актер лишь пояснил, что его возвращение – важнейшая деталь сюжета, которая продумана и логична. Тоже можно сказать и о всем фильме. Галь Гадот и Петти Дженкинс в один голос верещали, что Чудо-женщина 1984 – это не сиквел, а самостоятельный проект. По аналогии с первым фильмом он раскроет все особенности эпохи, как и в «Очень странных делах нас ждет много музыки» и непередаваемая атмосфера восьмидесятых. А на везде даже костюм Дианы в представленном ролике был ярким, как и положено вещам того времени. Продолжилась дискотека «Шазамом», который стал главным удивлением вечера. Хотя бы потому, что исполнитель главной роли Захарь Илевай вывалился на сцену на веселье и с банкой пива в обнимку, крикнув «Привет, задроты!». Как пояснил актер, в деле был замешан Джейсон Мамоа, и это все объясняет. Захарь светился от счастья и чуть ли не плакал, описывая свою радость от участия в событии. Бедняга признался, что до сих пор мечтает проснуться обладателем суперсил и выглядел ребенком в теле взрослого, как и положено «Шазаму». Приятным сюрпризом стал полноценный трейлер, ведь мы ждали максимум тизера. Его разбор уже близко, и пока поговорим о другом. Ребята выдали ну уж очень каноничную историю персонажа, перенеся события в современный мир. Любой подросток, попав на место Билли, вел бы себя так же, и похоже, в скором времени у Дэдпула с его безумием появится серьезный конкурент. Режиссер Дэвид Сэндберг пояснил, что перебрал около сотни актеров, и именно детская простота Захарь и Левая смотрелась идеально. На презентации ребята хорошо провели время, споря, какая суперспособность лучше. Режиссер хотел бы останавливать время, чтобы смотреть сериалы, молодая версия «Шазама» выбрал полет, ну а сам Захарь разумно мечтает о телепорте. Юмора в фильме будет очень много, ребята дали понять, что мы увидим даже классическую процедуру выбора супергеройского имени. Ну а вишенкой на торте стал Аквамен. Как обычно, веселый Джейсон Мамо отметился самым эпичным выходом на сцену в истории. Весь актерский состав последовал за ним, и мы узнали главную тайну. Штаны, которые носил Аквамен, сделаны не из кожи. Это обычные джинсы, и представьте, как сложно было передвигаться Джейсону на съемках. Еще один забавный факт в том, что Яхья, исполнитель роли Черной Манты, не умеет плавать. Актер прямо признался, что даже на момент начала съемок он все еще учился, так что некоторые кадры с ним могут смотреться забавно. А пока всех интересовало, повторит ли Мамоа свой прошлогодний трюк со сломанным на сцене стулом, ребята представили обещанный трейлер. Он привел публику в восторг и вполне заслуженно. Но что, если мы скажем вам, что трейлеров было два? Второй был показан эксклюзивно посетителям, и съемку запретили под страхом смерти. Как минимум потому, что этот тизер раскрывает подробности сюжета. Помните сцену в пустыне? Во втором отрывке она продолжается, и Мера вместе с Артуром приходят в пещеру мертвого короля Атлантиды. Главный квест фильма в том, чтобы найти его трезубец, могущество которого объединит все подводные кланы. В общем и целом, Джейсон Мамоа в фильме играет самого себя. Когда вскрылось, что для работы в Вундервафле с подсказкой о местонахождении трезубца его требуется намочить, Аквамен без задней мысли предположил на него пописать. Далее секретный отрывок показал кучу экшена с не до конца допиленной графикой. Сцена, где Мера бежит по крышам из официального трейлера, это сцена побега от черной манты. Он и его друзья преследуют Аквамена, который попутно пытается подкатывать горячий Эмбер Хёрд. Между этими двумя не просто искра, а настоящая буря и безумие. У фильма образовался, пожалуй, мощнейший актерский состав из возможных, и неудивительно, что Warner Bros. уверена в нем как никогда. Счастливчикам показали даже Вулка в исполнении Уильяма Дефо, который будет своего рода союзником Аквамена. Не обошлось и без отсылок на Марвел, ибо держать могучий трезубец сможет только достойный король. Трейлер закончился демонстрацией Артура в классическом золотом костюме из комиксов, и после этого фанаты чуть не разнесли здание по кирпичикам. Проникшись атмосферой, Джейсон Мамоа так и разломал очередной стул в порыве чувств, закончив презентацию студии. Все социальные сети только и твердят, что о встающей с колен DC, мощнейшие трейлеры и многообещающий перезапуск киновселенной пока смотрятся крайне позитивно. И это при том, что нам не рассказали ничего ни о Джокере с Хоакином Фениксом, ни о хищных птицах с Харли Квинн и ее подружками. Причина проста. И двух трейлеров более чем достаточно, чтобы мы всей командой нервно сглотнули и приготовились к паре суток без сна. А представьте, что было бы, если бы Warner Bros. притащила Харли Квинн и огласила пару горячих актрис на роли Ядовитого Плюща. Или той же Бэтгерл. Хорошего понемножку, друзья. И напоследок помянем минутой молчания Бэтмена от Мэтта Ривса. Будущее Бена Аффлека остается загадкой. И ответ мы, скорее всего, не узнаем как минимум до октября и следующего крупного комик-кона в Нью-Йорке. Аквамена более чем достаточно для счастья, поэтому давайте отбросим споры о Marvel и DC и просто порадуемся хорошим трейлером. Ведь в конце концов, Marvel не может выпускать каждый месяц новую Войну Бесконечности. И от других фильмов о супергероях мы останемся в выигрыше. Любите кинокомиксы, вне зависимости от студий и актеров. Само собой, речь идет о хороших кинокомиксах. Какими, будем надеяться, и станут три следующих проекта DC. В конце, как и обещали, делимся хорошими новостями о Стражах Галактики 3. Джеймс Ганн уволен, и этой теме мы посвятим целое видео. А пока скажем, что не все так плохо. В режиссерское кресло продвигают создатели Рагнарёка Тайку Вайдити, так что проект в надежных руках. На этом у нас все. Не забывайте голосовать за первый разбор трейлера в комментариях. И до очень скорой встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова